привет всем сегодня поговорим сколько же вы тратите энергии на конфликт с токсичными людьми с токсичными родственничками и с доброй второй мамой честно говоря я была удивлена я выложила опрос где спросила сколько вы тратите энергии на конфликт с токсами я думал напишите 10 15 20 мне как пошли 70 80 90 100 100 100 200 честно говоря я офигела и не смогла сдержаться решила эту тему разобрать привет всем добрый 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 вечер привет 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 кто кстати посмотрит потом запись на ю тубе тоже напишите сколько вы тратите энергии на конфликт с токсами в процентах я честно офигела от этих цифр 90 80 100 200 ребят я для чего вот эфиры провожу для чего я говорю да привет всем давайте это обсудим почему так много энергии уходит на конфликт с токсичными родственниками такой анонимный опрос меня ввел в состояние офигения я почти весь день между работой думала почему же так и решил эту тему с вами разобрать смотрите окей токсичные люди они выводят на эмоции это как правило манипуляторы или какие-то там абьюзер и они тоже манипулируют будь то там токсичный свекровь будь то токсичная мамочка или какие-то люди на работе да давайте сразу будем это пробовать чинить как не вовлекаться в конфликт с токсичными людьми должно быть осознание какую потребность он хочет закрыть через меня то есть здесь важно включать внутреннего такого наблюдателя то есть не дать себя ввести в сценарий его игры при этом то подключается обсуждаю почему столько поставили на анонимном опросе что теряете на конфликт с токсами по 80 90 100 процентов я офигела я думаю меньше напишите как правило токсичный человек хочет вас потрясти и снять с вас ресурс допустим до вас и кровь докапывается или любой токсичный человек он выводит вас на эмоции цель вывести на эмоции снять с вас ресурс но друзья мои за что же они цепляют то есть мне думается почему так происходит что не цепляют за слабые места за может быть самооценку за чувство значимости за какую-то вину за хорошую девочку то есть вопрос то стоит границ почему же они вас так блин пробивать почему столько наставили процентов а потом что происходит вот если мои догадки верны отпишитесь потом в комментариях и кто будет смотреть запись мне приходит в голову такая мысль что вы испытываете негативные эмоции вам плохо от токсичных людей допустим обида которые требуют справедливости или злость или гнев но потом еще уходит колоссальное количество энергии на подавление этих негативных эмоций то есть часто когда эмоциональный интеллект не прокачивали а мы этому практически никого не учили мы не можем понять наши эмоции сразу их не можем осознать правильно отреагировать и получается вот в этом конфликте когда теряется блин 80 90 процентов ребят это очень много этого ресурс который должен распределяться блин равномерно на нашу жизнь до они токсичных людей то есть уходит колоссальное количество энергии на подавление этого конфликта гасим себе обиду хотя обидово пьет к справедливости она говорит о нарушении границ гасим себе злость гасим себе боль давим то есть мы не даем эмоции прожиться не даем им завершиться не интегрируем их правильно не примеряем между собой сознание чувства инстинкты тело то есть душа разум и у нас возникает вот какой-то внутренний конфликт из-за которого мы целяем столько энергии на это очень много я просто в шоке была когда посмотрел опрос я думал напишите там 5 10 15 то есть 10 15 человек 10 до это нормально а при таком уравновешенном сбалансированном внутреннем состоянии и когда вы четко знаем наши границы четко знаем наше состояние и умеем понимать что вот состояние другого человека если мы не хотели его обидеть зацепить целенаправленно к нам принципе никакого отношения не имеет токсичный человек подходит что он лечит какое-то свое там чувство значимости какой-то свою там тухлую самооценку он там может быть нам завидует может быть его били в детстве может быть он считает что с ними достаточно поздоровались недостаточно внимания уделили но к нам это не имеет никакого отношения поэтому пробуйте когда токсичные люди вас пытаются вывести из состояния равновесия спросить а что он хочет какую свою потребность он хочет закрыть пожрать энергии но извините не за ваш счет вы не виноваты что ему плохо вы не на виноваты что его там детстве может быть били что его обижали вы не виноваты что свекрови скучно вы не виноваты что ваша мама никак не может на пенсии себе найти занятие вы блин не виноваты что не хотите быть для кого-то кормом и очень важно обращать внимание на то что я чувствую что я чувствую злость во мне поднимается мать когда мы начинаем это подавлять и не даем ей проявиться то есть конечно не бить его а наблюдать эту эмоцию как некую волну наблюдать вот она проходит да как она в целью проходит не бороться с ней а просто смотреть со стороны дать этой эмоции как волне пройти и завершиться и вот очень такое мое любимое упражнение на простой но классный всегда когда приобщение вот вспомните ситуацию когда токсичный человек вас выводил из себя снимал у вас ресурс забирал у вас энергию вы потом долго восстанавливались и попробуйте вернуться в это состояние и послушать свои чувства и эмоции что я чувствую допустим злость или я чувствую боль или я чувствую обиду или я чувствую страх и вот это очень простая техникой из психотерапии но она очень эффективны и представьте что внутри вас живет зоопарк это ваши эмоции ваши чувства ваши эмоции ваши переживания они очень важны они нужны другое дело когда они бесконтрольно у нас гуляют мы либо их подавляем и на это убухиваем остальной ресурс чтобы задавить забить за там застукать зажать ту же самую обиду злость и копим копим себе потом это выходит либо психосоматикой либо подавленным настроением как будто мне в душу насрали у меня нет настроений мне плохо потому что когда-то я себя не послушала и и правильно не отработала эти эмоции это вот ну если угодно пресловутый эмоциональный интеллект и представьте что вот эти эмоции вас живут внутри в каком-то зоопарке какой-то национальный парк и посмотрите как выглядит злость но частый пример это злость популярный образ это собака или волк или какая-то багира у вас может быть это кто угодно дракон там фэнтезийный жук ежик и так далее и послушайте это животное попробуйте с ним пообщаться попробуйте через образ не поговорить попробуйте посмотреть что он вам пытается важного и ценного донести что он вам при пробует дать и когда мы даем это эмоции проявляться и наблюдаемые и то есть не бесконтрольно и и подавляем или срываемся потому что если долго эмоции подавлять человек взорвется а именно вот так послушать и часто видно что допустим злая щитившаяся собака хочет просто вас защитить и попробуйте послушать что она вам хочет сказать что она хочет донести что твои границы нарушаются что там тот человек не прав но ты не имеешь никакого отношения к его выплеску это его эмоции это его проблемы это не твои проблемы и попробуйте это животное послушать или если он боится и взять его как будто вот на ручке успокоить погладить то есть таким образом через образа до ссори за каламбур мы учимся со своими эмоциями договариваться мы учимся их отслеживать очень важно именно научиться этому навыку он кстати у невротиков придавлен люди порой не понимают что они чувствуют кто-то заторможен если долго с детства тебя затыкали или приходилось подавлять эмоции этот навык может быть нарушен связь собой человек не понимает что он чувствует а потом ему просто по факту плохо потом вот он и пишет что я теряю 80 90 процентов энергии блин это пипец много вообще вот и послушать это животное и дать эмоции проявиться и уже начинать обволакивать другой эмоции любовь забота до нянчить конечно послушать на уровне логики разума а что же важного и ценного хочет мне дать и отказаться такой градации как негативные эмоции для меня просто баланса этом недавно обучение что не негативные эмоции а дискомфортные состояния на самом деле не надо делить эмоции на хорошие плохие и злость нужна и обида нужна и страх нужен психика должна испытывать разные эмоции просто мы их интегрируем на уровне и сознания и чувства а инстинкты которые нам порой вопят что-то этого человека токсичных держаться лучше подальше значит лучше держаться от него подальше и сберечь свое здоровье свои нервы вот и одно эмоции обволакивать другой еще очень ценный навык это просто наблюдать эмоции как будто они вот где-то едут как машины автобане или как животные носятся персональном зоопарке и не бороться с ними не бить их не давить а именно пытаться с ними поговорить именно пытаться их осознать почувствовать что же они хотят вам дать что же они хотят вам сказать конце концов может быть порой они просто уже кричат о чем-то это шаг очень важный ценный пониманию со своего состояния что я чувствую что со мной происходит и чтобы не было такого до что я теряю там практически весь ресурс на конфликт с токсичными людьми а потом я себя блин должна по частям до собирать вот и когда мы эмоциональный интеллект прокачиваем то мы уже достаточно быстро на это реагируем мы уже не тратим много времени мы не тратим много сил этот навык прекрасно можно и нужно прокачать он очень ценный и это опять же момент личных границ вот этих пресловутых личных границ которые и нам дают понимание до нашей ценности нашей любви к себе нашего самоуважения как с нами можно как с нами нельзя а чего я хочу на самом деле да что я имею право чувствовать некоторые даже запрещают себе чувствовать тем такая очень важные цены а вот то посмотрит запись напишите что думаете под этим видео я сейчас посмотрю что вы мне написали так 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 всем привет 98 процентов но это очень много представьте этот заряд который должен был пойти на разные сферы жизни на любовь на семью на отдых на творчество на развитие кто-то отжирает какой вы дать пробуйте просто смотреть на них на вампиров до энергетических которые пришли пожирать и что внутри пропускает то есть важно слушать себя рвется там где тонко где я пропускаю то есть если посмотреть с другой стороны они как бы некая такая жесткая диагностика они показывают где у нас слабые места где нас пробивает где внутри меня нет устойчивости и это уже чинить докручивать чтобы беречь свою энергию так 98 процентов иногда бывает на себя и на своих детей не остается ничего или в минус ухожу надолго бывало на две недели зрения пропадала здесь смотрите здесь можно поменять реакции поработать с эмоциями и столько ресурса не тратить я по себе знаю после проработки месяца двух уже те события на которые бы там ты психовала тебя так смотришь со стороны то есть когда ты вот в этом равновесии ты уже так на это не ведешься вот то есть ты уже не теряешь на это энергию что толку там да столько энергии тратить потом себя по частям собирается более все зрение уходит раньше так было 85 но сейчас есть черта и все что за ней меня не волнует глазах как пелена и так итог попала в неврологию но если зрение пропадает прямо может тело кричать я не хочу этого видеть у вас уже изнутри прямо кричит тело уже вот уже прямо бьет в набаты да я не хочу это так нельзя нередко близорукость у детей из токсичных семей именно появлялась когда дети не хотели видеть того что происходило семья кстати семья могла быть вообще благополучной с виду но там мог твориться жесткий газлайтинг и абьюз не запрещали есть ешь дыни детям отдай не ешь мясо мужу отдает от свекрухи ну вот смотрите уже тело на уровне инстинктов вопило уж да я не хочу это видеть вот этого издевательства мужу отдать детям отдай дайте ваши свекрухи по морде дам почти шутка тоже издевательство над человеком уже просто когда у него еду отбирают же вообще я такую агрессию проявляла в ответ на то что ко мне цеплялись что по итогу начинала думать что сама абьюзер хотя всегда спокойной была знаете вот тут как раз момент если не не прокачивать навыку а сознание эмоции управление ими балансировки да то потом срываешься просто как кстати этой фишкой пользуются абьюзер и тиран и манипуляторы вывести себя вывести из равновесия именно когда не ведешься на провокации когда этому нужно научиться даже не можно а нужно потому что от манипуляторов никуда не денетесь просто перестать им давать а до реакцию перестать им давать ресурс и потом когда человек срывается ойга смотрите какая она да там истеричка хотя кто раскачивал лодку другой тупо высмеивались от пор пыталась дать моя свекровь шумит меня все бросили хотя она без мыло влезет только сегодня попалась на эту удочку все бросили значит странные такие люди которые не могут какую-то коммуникацию завязать найти себе окружение все бросили есть такая поговорка если четвертый родственник не любит морду то виновато морда не родственник если она тебе отменяет не реагирует на вопросы почему так сама же от нас не отлипает активно участвует во всех делах моих с мужем очень хорошо помогает вот поработать с личной устойчивостью с личной энергии и с равновесием вот это такое состояние которое они очень чувствуют и сливаются то есть стать для нее неудобны некомфортны есть много способов так сделать это такая у вас у нее пассивной агрессии когда она отменяет на один из методов можно к ней зеркало применить после скандала с кем-то и родителями чужими людьми мне очень плохо становится ком в горле голова болит зрение такое мутное прихожу долго себя внутри очень тяжело смотрите есть техники как можно вот эту устойчивость прокачать еще как на это совсем не реагировать не получится но можно очень быстро восстанавливаться то есть не несколько дней неделя а один-два часа это связано тоже со знанием как работает мозг как работает психика и вот как бы защищать эти негативные программы вот это вот как бы наслоение других людей и себя быстро в порядок приводить это как под называемая такая стрессоустойчивость когда вас там раскачали вы быстро себя в порядок привели вот допустим схожи да как вот человек себя держит физической форме так и все что связано с психикой это тоже прекрасностью можно прокачать это все можно внедрить встроить и будет классно и вот когда колом в горле голова боли да зрение внутри тяжело а прямо поставить все таки себе цель и научиться этим техникам их очень много на самом деле для себя каждый выбирает то что подходит потому что и подумать вопрос границы потому что когда границы четкие отстроенные вы в принципе не пускаете дальше этой границы токсичных людей вы не даете вот этот ресурс то есть человек четко понимает что за эту грань он не пустит то есть можно сказать инстинкт самосохранения хороший и чувства своем прекрасно знает понимает и может отслеживать и беречь и у него гармония между логикой разума чувствами и инстинктами то есть вот система сбалансирована а если вот этот дисбаланс если связь собой где-то утеряна не понимает что сразу происходит не может среагировать поэтому вспомните свое такое состояние равновесие состояние гармонии баланса но у всех было хоть там какое-то время и есть и в него прямо попробовать вернуться вспомнить как вы себя в нем ощущали как себя чувствовали как у вас была гармония внутри даже если вас выбивает из этого состояния достаточно быстро в него можно вернуться это в принципе навык такой саморегуляции навык стрессоустойчивости как допустим спортсмен сначала приходит у нифига не спортсмен месяц качается 2 качается 3 качается через год уже все уже в спорте здесь тоже самое если я хочу обрести психологическую устойчивость я прямо ставлю себе цель начинаю работать и с эмоциями работать со своим телом если дыхательные практики есть там с образами работа с телом и как раз можно быстро себя в порядок привести а потом ты уже привыкаешь к этому состоянии гармонии баланса тебя очень трудно из него вывести и даже если выводят человек быстро возвращается очень то есть если его нокаутировали допустим до спорте он обладает навыком быстро в себя пройти он просто соскакивает это тоже все достигается тренировкой моя вдобавок сахаджи йог говорит я тебя смотрю на тонком плане я прям чувствую ее под кожей сахаджи йога если я не ошибаюсь это там тетенька 1 вела час не пленюсь по гуглю если это то что я думаю то я скажу про сахаджи йогу вообще ребят когда начинается смотрю на тонком плане на тонком плане если человек какого-то хрена разрешает себе просканировать просмотреть другого другого человека то это влезание в его энергетику без разрешения нарушения духовных границ кто молитвой защищен это знает и на тонком плане человек получает от ангела-хранителя пиздюлей сахаджи йога дает то кто я думаю вот это вот баба с этой придурочной рожей это очень давно когда я занималась сектами это одна из первых которая попала ребят это секта очень поганая как любая секта она использует это псевдоиндуистская секта поэтому любая секта это насилие вот так вот просматривать на тонком плане терпеть тоже не могу когда человек пытается просматривать это влезание в мою защитную оболочку без моего разрешения это допускаю либо психотерапевта либо бога больше туда никого не пускаю без разрешения вот поэтому свекровь ваш находится в секте а к всем сектантам одно отношение на на фиг вот есть получается из насилие все логическое есть насилие психическое как раз тут очень агрессивные токсичные люди есть насилие духовное вот в разных сектах происходит духовное насилие если вы чувствуете ее под кожей обращайтесь за помощью к богу читайте молитвы когда вы защищены молитвы знаете молитвы знаете псалмы ох около вас колбасить начинает то есть я вас не призываю читать молитвы чтобы около вас колбасил токсичных людей вот молитвы не для этого используется то есть защитная сила молитв это побочный эффект главное это вот внутренняя трансформация преображение вот такая ситуация и для защиты как всегда я люблю триаду подключать для духовной защиты это помощь бога вас там не защитят другие силы психологические защиты психологии обладает колоссальным спектром помощи колоссальными техниками но ими если имеет быть место духовное нападение на одной психологии далеко не уедешь и но есть на физическом плане токс нападает тут все просто вот поэтому желаю вам начать по крайней мере у кого столько энергии уцекает смотреть на ситуацию пробовать со стороны именно со стороны наблюдать не давать этому человеку у вас втянуть свой сценарий игры навязать вам какую-то вину втянуть какой-то зазеркалье что вы блин в чем-то виноваты если вы реально в чем не виноваты и думать о какой он потребность хочет через меня закрыть может представить его там каким-то скандальным истерящим мальчиком или виде какого-то смешного образа то есть чего ему надо на самом деле когда вы поймете что ему надо что процентов 99 то что из него дерьмо плещется к вам вообще никакого отношения не имеет то вы выйдете в моральной ситуации вот так будете на со стороны на это смотреть да думают отчет человек с ума сход вы будете просто видеть токсичного человека злобного кусающегося орущего вот и там уже ваш выбор уйти из отношений или нет на если токсичный начальник или какое-то окружение применять техники гашения применять техники нейтрализации приметом техники зеркала уклонения вообще есть такое окружение токсичные просто 10 раз подумать что ваше душевное здоровье психическое она не стоит никаких денег если это работа если там такое окружение прекрасно можно найти работу начальника и там клиентов с которыми будет приятно работать которые не будут снимать такие ресурсы если это близкий человек ломает границы токси да это как бы не дает никакого права ему снимать ваш ресурс то есть опять же к нам относится как мы позволяем мне просто очень удивило кто подключается что когда я спросила сколько вы теряете энергии на конфликт с токсами 80 90 100 и второй важный момент которым я говорила что тратите большое количество усилий на поддержание на подавление тех негативных эмоций которые у вас возникают негативных дискомфортных на подавление в этих дискомфортных эмоций которые возникают и кто подключается переслушайте в записи дала такую небольшую технику как начать хотя бы с ними договариваться вот видите такого зоопарка что ваши чувства пусть и дискомфортные там более обида злость на таких людей на самом деле очень много чего-то важного несут какого-то ресурса и часто они выполняют какую-то защитную роль на самом деле то есть обидово пьет к справедливости говорит что твои границы нарушаются там или злость говорит с тобой так нельзя а иногда бывало когда у человека включался панический страх мы анализировали что происходит мы понимали что и все инстинкты вопили уходить из конфликта вообще из отношений потому что человек психопат перверзный нарцисс какой-то махровый абьюзер и здесь все инстинкты вопили лучше от этого человека держаться подальше даже если невозможно полностью перестать общаться можно от человека психологически закрыться и не давать ему никакого ресурса вплоть до того что и дурочки прикинуться тоже вариант пусть дурочка прики считает но по крайней мере не лезут и продолжать вот эту внутреннюю силу качать то есть вы же прекрасно знаете есть люди такие внутренне устойчивы да что к ним боятся сунуться такие они сразу перед ними а получается если у кого-то вышло такие модели есть их можно скопировать из большей вероятностью это получится и у вас может быть прямо вот не сто процентов но большая часть получится вы же если смотрите какой-то человек танцует вы что же так можете научиться танцевать сохранить эфир я это за и сохранить если инстаграм я очень на это надеюсь как заставить себя построить границы чтобы не прогибаться почему заставить них хотелось наверное какая-то или не знаю как это называется а вы у меня группу проходили вряд ли дня кто группу прошел таких вопросов не задает придите ко мне в группу в курс возьмите курс весь курс он на это и направлен там 30 упражнений которые вот и помогут и границу вы из границы выстроить и энергию прокачать и ресурс к потом мои девочки такие выходят у игры пусть она теперь меня боится ну так она в принципе есть заставляет себя прямо так насильно не надо просто ставить цель берете делается то есть если у самих не получается и принципе если бы вы могли сами вы бы с этим справились то обращайтесь за помощью к тому кто это может сделать заставить я как бы против заставить просто берете делать я без насилия сторонник того что психика не терпит вот такого понимаете у вас так психика в напряжении вы еще и и бьете есть упражнению я на им придерживаюсь принципа в работе что плохой учитель заставляет хороший учит гениальный вдохновляет вот я за хорошесть и за вдохновение вдохновить человека так а потом немножечко дать ему мотивации что просто ему эти техники заходили через какую-то игровую форму через какую-то визуализацию через что-то веселое там скажем но в то же время они очень хорошо встраиваются вот просто поставьте себе цель и если у вас не получается но обратитесь за помощью психологии все вот это дает и опять же вот них хотелось да не надо себя там гнобить забивать что я какая-то них хотела добрый хороший нормальный человек импат может быть просто надо себя научиться защищать не с каждым человеком можно быть добрый не с каждым человеком можно быть открытой вы с ними добрые открыты они нам душу плюют вот я с друзьями тоже добрые открыты с клиентами открыты с тем кто мне гадят комментариях я либо вообще их блокирую либо могу оторваться есть настроить плохое сегодня на гулял 200 шагов с подруги вообще не до токс так похоже нужно каждый день да кстати движение физического тела вызывает выплеск эндорфинов дофаминов вообще многие спортсмены профессиональные такие они самые вообще наверное миролюбивые люди если конечно они не компенсировали невроз так шутил мой друг я считаю только доля шутки что самые миролюбивые люди какие-то известные борцы там бойцы спортсмены но там без внутренней балансировки как бы долго не продержишься есть только на такой агрессии они вот там все сливают и такие вот здоровые там борцы какие-то обладатели поясов милейшие люди вообще ну это конечно если внутри есть правильная проработка потому что любая нормальная такая практика в первую очередь внутренний баланс это в первую очередь внутренний баланс движение тела это конечно тоже все классно но я вот за то что есть и с телом работать и с психикой и с духом но тут одна правит сахаджи йогу написала знаю я что это такое вот погуглите на секты и в африке секта знаю как там мозги в сектах ломают я об этом много рассказывала скоро день рождения знаю она мама придет опять кинет типа ну же мать тебе подарок вот как быть что-то я не поняла кинет типа ну же мать тебе подарок я не очень поняла как она в какой-то грубой форме это делает свекровь лезла копиться мы ни на кого не пригласить не имели права не погулять в три с мужем сыном постоянно контроль что делать кого вызвать жизнь была или плачет манипулировать на положила грань говорю да ну так то о чем я говорила вначале чувства эмоций другого человека если зависит от вашего поведения это принципе его проблемы если вы никого не хотели обидеть оскорбить унизить вы этого не делали они пытаются вас переделать невестка должна себя вести так сын должен вести себя так потому что маме плохо это в принципе проблемы мамы то есть когда эту вину снимаешь человека вина может сидеть очень глубоко корнями в детстве когда ребенка делали удобным затыкали его потребности вот он взрослый приходит у нифига не понимать что он чувствует приходится эти эмоции ему разблокировать и там уже ну вот допустим прорабатывали вину с человеком раньше он там за все себя чувствовала виноватым не хотел общаться с токсичными людьми когда это по полочкам разложили поняли что токсичные люди три раза пытались нарушить границы он предупредил и не буду вдаваться в подробности он там просто как бы могла беда произойти и он прекратил общение и он практически никакой вины не испытывает он просто прекратил общение потому что его не слышат ему причиняет вред и вины нет все то есть токса его не пробивает он просто процентов 10 там бу 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 потом себя в баланс привел то есть он на уровне повторяясь надо с на уровне сознания проанализировать на уровне чувств на уровне тела на уровне инстинктов между собой все это договорить этот процесс но вот кто был на работе с обидами мы уже начали делать это в общем-то процесс не быстрый это делается там не за две минуты хотя бы нужно час-два вполне это можно уже проработать часть почувствовать как тебе начинает отпускать после такой хорошей проработки тебя начинает отпускать к тебе возвращается энергия иногда энергия возвращается в усиленном варианте это знак того что ты просто урок от жизни выучил то есть многие когда с ними вот у меня инсайд будет токсичные люди им пакости они потом начинают бороться с собой вам как будто кидает вирус негативные программы тебя начинают закручивать и в то же время когда ты начинаешь разбирать это по полочкам не бить свои эмоции не давить себя не убеждать что ты хорошая девочка просто грамотно анализируешь ты хочешь таком персональном цене понимая что ты отвечаешь за свои эмоции за свое состояние ты не несешь ответственности за других людей что они там себе чувствуют надумать несли ты конечно там их сознательно не обидел тогда конечно как-то помириться да а вот нет дарит деньги со словами но я же типа мать на и уходит ну что вы при этом чувствуете как вы хотите на это реагировать можно поменять к этому отношения можно поменять действие вопрос спросите себя что я хочу вместо этого как я себя хочу чувствовать как мне будет комфортно муж говорит позвоните бабушки его матерь я с ней общаюсь она ведь боится вам звонить если вы не общаетесь значит есть у вас причины ребят не хочу помните как в собачьем сердце не хочу если вы знаете что вы будете объяснять вас будут продавливать вы имеете сказать право нет это ваше святое право вот ваше святое право вот если вы скажете не хочу правил дорожного движения соблюдать тогда вас штрафует вполне законно а если вы не хотите блин это ваше святое право и никто не вправе у вас его отбирать и вот на этих принципах и убеждениях формируется личность формируются личные границы и самоуважение и людей почему-то с принципами со своими с личными границами почему-то уважают потому что они в первую очередь уважать себя их могут даже ненавидеть бояться могут есть некое уважение такой себе подарок хочется уехать и бежать забыть но мне все говорят но она же мама подарите всем по такой же маме вот отдайте им фото в этот в аренду пусть она их так потокси мало ли что другие говорят послушайте что хочется вам просто себя послушайте на уровне логики на уровне чувств на уровне инстинктов просто попробуйте послушать свои чувства что не бывает неправильных чувств хорошие девочки злятся и обижаются и принцессы пукают и как нужны чувства нужно это большой затык на большой затык что есть плохие чувства нет плохих и хороших чувств и радость бывает дьявольская и страх бывает конструктивный и обида вполне праведной бывает потому что если бы не была встроена обида и человек не понимал что просто об него ноги вытирают чем потом с ним было просто разум как раз для того чтобы вот это фильтровать и пропускать балансировать да как бы встраивать правильные фильтры потому что тоже если горячее сердце холодным ум не контролируется быть пяти допустим очень популярными в сердцу не прикажь прекрасно можно приказать сердцу прекрасно можно не влюбляться в человек прекрасно можно тормознуть это был для меня тоже офигенным он сайтом когда я увидел как это все работает на уровне мозга на уровне психики прекрасно можно если качать эмоциональный интеллект если понимать как работает мозг понимать как работает подсознание прекрасно можно себе не дать влюбиться в человека который абьюзер или тиран и с просканировать считать вот эти все его замашки и наверняка знаете что много хороших отношений крепких сложилось когда люди были друзьями они может быть не думали быть вместе но они очень хорошо друг друга знали и там слава потом уже подключились там чувства подключилась тело там подключился секс и все проинтегрировалась крепкую хорошую пару и в любовь потому что влюбляться не зная человека это человек может быть не обучен как бы эмоциями управлять нас из никто не учил ими управлять а прекрасно не просто можно ну и нужно поэтому когда говорят что сердце не прикажет это просто от незнания психологии сердце прекрасно можно приказать и не влюбляться в того человека который тебя разрушит втащит тебя в болото токсичных отношений в придаче с ебанутой маменькой на хрена это надо потом остаться одной из детьми из кучи кредитов там с разрушенной психикой зачем потому что когда анализируешь понимаешь что были звоночки ну вот там хотелось да там понятно это недостатка любви от многих факторов как бы там сейчас мы не рассуждаем не обсуждаем никого просто вот есть такое есть психология которая сейчас очень много всего нам предлагает поэтому конечно лучше этими инструментами пользоваться ну что ж я принципе закончила что хотел сказать дальше я на по личным границам продолжу эту тему как я вам обещала по дискомфортным состоянием по личным границам я сделаю эфир мы с этой темы подробнее поработаем с техниками сейчас если вопросы есть давайте пара минут на вопросы и я буду ложиться спать я конечно очень удивилась когда увидела результаты опросы до что все-таки думала ситуация обстоит как-то по-другому а свекр чтобы не уйти в эту сахаджу стал прям ярым коммунистом а свекр чтобы не уйти сахаджа йогу стал при ярым коммунистом как у вас интересно свекровь в него индуистской секте а свекра коммунист я бы хотела на это посмотреть это на такой интересный такие экземпляры а мать у свекра бывший преподаватель химии 81 у нее такие тараканище благо муж нормальный да интересно когда свекра коммунист а мать ушла в секту интересный тандем прям шикарный спасибо и вам спасибо так что давайте у кого большие цифры с этим с потерей энергии давайте мне чтоб следующем опросе поставили 5 10 5 10 это нормально даже 15 потом быстро восстановиться быстро быстро это из главы выкинуть и то есть нас переключать эмоции разными там аффирмациями не обращать внимание можно если уже проработка внутри хорошие есть баланс если внутри там склад такой этом эмоции на друга наслаиваются там все такое такие завалы там это не сработает нашими поступками часто если мы не прорабатываемся руководят бессознательные мотивы то есть хочу вроде да там не обращать внимание мне изнутри трясет откуда у тебя трясет эти может быть в детстве запрещали себя в детстве затыкали тебе там на лет 10-15 этот сценарий был прописан да и прямо так сразу ты не можешь поменять реакции ну что новые нейронные связи формируются где-то на среднем месяце и два-три они закрепляются то есть нужно построить новые связи нейронные то есть новую привычку реагировать главное поставить цель это сделать и реально ты потом увидишь как это офигенно до что те там по мозгам кто-то пытается ездить а ты не даешь реакции или прикалываешься летящий пофигу и понимаешь да сколько бы я здесь могла энергии потратить но я не повелась на это то есть вот еще один из хороших моментов бытовухи тебя разводят разводят себя на эмоции ты сейчас либо эмоции выплеснешь будешь там 80 90 процентов либо просто пройдешь мимо сэкономишь эти эмоции потратишь на что-то приятно то есть эту энергию сэкономишь ладно девочки давайте вам успехов до скорой встречи всем было очень рада видеть чувство вины тем не менее есть за то что со свекрухой почти не общаюсь ощущение что должна позвонить приехать чувство вины мы тоже снимаем у меня и в курсе и в группе чувство вины это те крючки за которые больше всего любят дергать манипуляторы и вообще очень часто когда ко мне человек приходит я первую очередь с него вину снимаю потому что она прямо отжирает колоссальное количество энергии это вот прямо нити такие за которые марионет как марионетку манипуляторы дергают снимая с нее энергию вот это и надо отсекать есть такой вот обрываешь эти связи упражнение такое и превосходно эти манипуляторы отлетают куда бы пошли они нафиг кстати сказала маме что слушай психологом она меня адепты назвала конечно не психологи все козлы психологи у них жрачку отбирает они людям мозги на место ставят что вы хотите психология классные вещи все как есть без прикрас все работает если это работать ладно я отвечаю чтобы